Когда люди слышат древние руины, в их голове сразу появляются образы и египетских пирамид в Гизи и города Мачу-Пикчу в Перу. Эти уникальные архитектурные памятники на самом деле очень впечатляют. Однако существует и множество других следов древних цивилизаций, которые прячутся у всех на виду и становятся известны только тогда, когда удивительным образом люди случайно их находят. В этом видео мы отправимся с вами в один из самых глухих уголков мира, где недавно была найдена исчезнувшая древняя цивилизация, о существовании которой вы даже не подозревали. Слышали ли вы о древней цивилизации Петра? Доисторический иорданский город Петра, высеченный прямо в мощных скалах из красного, белого, розового песчаника, был скрыт от западного мира в течение сотен лет. Петра, расположенный среди труднопроходимых пустынных каньонов и гор в юго-западной части иорданского хашемитского королевства, был процветающим торговым центром и столицей Набатейской империи в период с 400 года до н.э. по 106 год н.э. Удивительно, однако, то, что существуют и другие подобные древние города с потрясающими сооружениями, о которых никто не говорит. Между этими городами сотни километров, но есть много причин полагать, что их строили одни и те же древние мастера. Как такое возможно? До того, как Набатей были завоеваны и поглощены Римской империей, они управляли обширной территорией Ближнего Востока, простиравшейся от современного Израиля и Иордании до северной части Аравийского полуострова. В этом районе и сегодня можно найти остатки их новаторских систем сбора, хранения и транспортировки воды. По словам археолога Зейдуна Аль-Мухейсена из Иорданского университета Ярмук, Набатей жили в городе Петра по меньшей мере с 312 года до н.э. Хотя туристы и так будут впечатлены увиденным в этих местах, стоит упомянуть, что некоторые разгадки этого древнего места до сих пор лежат под поверхностью. Петра исследован лишь на 15%, подавляющее его большинство, 85%, все еще находится под землей и не изучено. Значение этого города в международной торговле начало падать, после того, как Рим официально завладел им в 106 году н.э. Город продолжал разрушаться, чему способствовали землетрясения и растущее значение морских торговых путей. И к концу правления Византийской империи, около 700 года н.э. Петра достигла своего упадка. Сегодня посетители могут увидеть разнообразие набатейского и греко-римского архитектурных стилей в городских гробницах, многие из которых были разграблены ворами и сокровища, как следствие, были утеряны. Но если эти туристы хотят увидеть сооружение, напоминающее город Петра, им нужно отправиться в иракский город Масул, где ученые недавно обнаружили целое царство, погребенное под водой. Это открытие на самом деле является примером того, что нет худа без добра. Город был обнаружен после того, как в стране случилась сильнейшая засуха. Она позволила группе курдских и немецких археологов ненадолго возобновить раскопки древнего города, который ранее был затоплен в водах Масульского водохранилища в Кемуни. Они были потрясены, обнаружив руины обширного городского комплекса, включая дворец и несколько больших зданий. Чтобы получить доступ к этому месту, Хасан Ахмед Касим, директор археологической организации Курдистана, немецкий археолог-доцент Иван Пулис из Фрайбургского университета и профессор Петер Пфальснер из Тюбингенского университета, быстро организовали совместные раскопки в сотрудничестве с департаментом древности в Дахуке. Они собрали команду всего за два дня и уже через две недели были на месте. Они работали без остановки при любых погодных условиях. Раскопки велись на перегонки со временем. Они не знали, когда уровень воды снова начнет подниматься. Исследователи смогли восстановить план города за относительно короткий промежуток времени. Помимо дворца, который уже был обнаружен в ходе краткой предыдущей кампании, в разросшемся городском комплексе было обнаружено еще несколько крупных зданий, включая массивное укрепление со стеной и башнями, монументальное многоэтажное здание склада и промышленный комплекс. Массивное складское сооружение имеет особое значение, поскольку в нем должно быть хранилось огромное количество товаров, привезенных со всего округа. Митани – одно из индоиранских царств и небольших государств в Месопотамии и Сирии. Оно долгое время боролось с Египтом за контроль над современной Сирией, впоследствии установив дружеские отношения с Южным царством. Царь Шаушатар, правивший в Митани с 1500 по 1450 год до нашей эры, считается самым выдающимся правителем. Царство Митани прекратило свое существование при царе Тушратии, во время правления которого хеты разрушили столицу в Ашукане. Тушрата был убит в 1360 году до нашей эры. После присоединения к хетскому царству под новым названием Хани Гальбат, территория Митани была захвачена ассирийцами, которые превратили ее в провинцию своей империи. Команда немецких и курдских ученых была особенно удивлена тем, что стены обнаруженных зданий хорошо сохранились и в некоторых местах достигали нескольких метров в высоту, несмотря на то, что город находился под водой более 40 лет. Исследователи объяснили это тем, что в древности город был разрушен землетрясением. Оно обрушило верхние части стен, погребя под собой нижние части зданий. Результаты раскопок показывают, что это место было важным центром в империи Митани. Археологи также обнаружили здесь редкие красные и синие настенные росписи. Несмотря на то, что сохранившихся образцов было найдено немного, команда считает, что они были обычным явлением во дворцах того времени. Интересно, что Кимун – это только второй объект в регионе, где были обнаружены настенные росписи периода Митани. Помимо обнаружения зданий, археологи совершили еще одну важную находку. Они обнаружили пять керамических сосудов, содержащих более чем 100 табличек шумеро-акадской клинописи, относящихся к среднеосирийскому периоду, вскоре после того, как город был разрушен землетрясением. Согласно данным пресс-релиза, некоторые глиняные таблички, возможно письма, все еще оставались в своих глиняных конвертах. Глиняные конверты, похожие на современные бумажные конверты, использовались для упаковки клинописных табличек во втором тысячелетии до нашей эры. Исходя из археологического контекста, исследователи полагают, что клинописный текст принадлежал частному среднеосирийскому архиву. Однако прежде чем делать какие-то выводы, необходимо провести дополнительные исследования. Ученые надеются, что эта находка поможет получить важную информацию о прекращении существования города Метании и начале ассирийского правления в этом районе, о котором мало что известно. То, что клинописные таблички, сделанные из необожженной глины, сохранились в течение стольких десятилетий – просто чудо. В рамках мер по охране наследия, финансируемых фондом Герды Хенкель, под водой здания города были накрыты плотным пластиком и гравием, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения руин, которые теперь снова полностью затоплены. Все остальные предметы, спрятанные в руинах, будут обнаружены позже, когда в результате очередной засухи уровень воды опустится достаточно низко. Еще одним местом, имеющим еще более поразительное сходство с городом Петра, является древний город Хегра в Саудовской Аравии. Но есть и другая причина, по которой ученые с нетерпением следят за этим затерянным городом. В пустыне, покрытой кустарником, к северу от оазиса Аль-Ула в Саудовской Аравии, среди скалы гигантских валунов размером со здания, находится удивительный город Хегра, украшенный искусной резьбой с фронтонами и колоннами в античном стиле. Археологический памятник Хегра, который также называют Мадайн-Салих, когда-то был процветающим центром международной торговли, но сейчас он остается практически нетронутым уже почти 2000 лет. Тем не менее, Саудовская Аравия впервые открыла это место для туристов. Посетители не могут не заметить, что вырубленные в скале сооружения в Хегре похожи на те, что находятся в городе Петра, в нескольких сотнях километров к северу в Иордании. Хегра был вторым городом Набатейского царства, но именно она может стать ключом к разгадке секретов почти забытой древней цивилизации. Саудовская Аравия, решительно настроенная отучить свою экономику от нефтепровода, делает ставку на туризм, как новый источник дохода. В настоящее время на нефть приходится 90% экспортных доходов страны и около 40% ее ВВП. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд объявил о видении Саудовской Аравии 2030 в плане развития страны на два десятилетия с целью превращения ее в глобальный центр торговли и туризма, соединяющий Африку, Азию и Европу. Недавно Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы, позволяя въезжать в страну обычным посетителям без деловой или религиозной цели. Хегра с ее загадочной и привлекательной архитектурой отличный выбор для туристической рекламы Саудовской Аравии. Привлекательность города Хегра во многом обусловлена тем, что несмотря на сходство с городом Петра, он малоизвестен для посторонних и по данным ЮНЕСКО может быть классифицирован как объект всемирного наследия, находящийся под угрозой исчезновения. И хотя Хегра впервые предстает перед туристами, история Древней Империи, ответственной за ее существование, похоже утеряна. На Батеи, одна из самых загадочных и увлекательных цивилизаций, о которой многие даже не слышали. Что это были за люди, создавшие город Хегра? Откуда они появились? Как долго они здесь жили? На Батеи были кочевниками, жившими в пустыне, ставшими мастерами торговцами, контролирующими торговые пути благовоний и пряностей через Аравию и Иорданию в Средиземное море, Египет, Сирию и Месопотамию. Караваны, запряженные верблюдами, нагруженные кучами ароматного перца, корни имбиря, сахара и хлопка, проходили через Хегру, провинциальный город на южной границе королевства. Набатейцы также стали поставщиками ароматических веществ, таких как ладан и мира, которые высоко ценились в религиозных церемониях. В период с 4 века до нашей эры по 1 век нашей эры, когда расширяющаяся Римская империя присоединила и поглотила их огромную территорию, включавшую современную Иорданию, Синайский полуостров Египта и части Саудовской Аравии, Израиля и Сирии, набатейская самобытность постепенно исчезла. Забытая Западом на многие века Петра была вновь открыта швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Бургхартом в 1812 году. Но, пожалуй, большинство западных людей впервые увидели город Петра лишь полтора века спустя, когда в 1989 году появился фильм «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход». Сложность изучения набатеев состоит в том, что они оставили после себя очень мало фактов собственной истории. При нынешней популярности города Петра трудно поверить, что мы так немного знаем о его создателях. Большая часть того, что нам известно о набатеях, получена из документов, написанных чужеземцами, например, древними греками, римлянами и египтянами. Мы также мало знаем о них, потому что нет книг и других источников, написанных ими, которые рассказывали бы нам о том, как жили-умирали и поклонялись своим богам представителей этой цивилизации. У нас есть лишь некоторые сторонние источники, то есть набатеи рассказывали о себе, но не оставили больших мифологических текстов, как это сделала Месопотамия с Гильгамешем. Как и Петра, Хигра – это город, называемый Некрополем, то есть большинство оставшихся сооружений, которые мы можем наблюдать здесь сегодня, это гробницы. И большая часть архитектурных памятников города, ожидающей раскопок, уже потеряна в буквальном смысле слова в песках времени. Однако Хигра – одно из немногих мест, где сохранились слова набатеев. Их можно найти в надписях над входами в некоторые гробницы. Но несмотря на свою малоизвестность, набатеи в древности были пионерами в области архитектуры и гидравлики, сумевшими использовать суровые условия пустыни в своих интересах. Дождевую воду с гор они собирали и хранили в наземных системах. Вокруг гробницы для защиты фасадов от эрозии строили водоканалы, что сохраняло и в хорошем состоянии спустя тысячи лет после постройки. Этот народ был творческим, новаторским, изобретательным и предприимчивым, говорит один из исследователей, который изучает набатеев с тех пор, как обнаружил некоторые из их керамических изделий на раскопках в Иордании в 1980 году. Это совершенно потрясло меня, делится он. В Хигре 111 тщательно вырезанных гробниц, что гораздо меньше, чем более 600 в Петре, столице набатеев. С другой стороны, гробницы в Хигре часто оказываются в более хорошем состоянии, что позволяет посетителям ближе познакомиться с забытой цивилизацией. На строительство этих сооружений явно повлияла классическая греческая и римская архитектура. Многие гробницы украшены колоннами с капителями, поддерживающими треугольный фронтон над дверным проемом или широкой табличкой. Сфинксы, орлы и грифоны с расправленными крыльями – важные символы в греческом, римском, египетском и персидском мире, угрожающий поряд над входами в гробницы, чтобы отпугивать злоумышленников. Другие охраняются похожими на медуз масками со змеями, извивающимися в волосах. Этот стиль архитектуры ученые называют арабским барокко, потому что он имеет некоторые месопотамские, иранские, греческие и египетские элементы. По сути, вместо того, чтобы полностью брать что-то у какой-либо цивилизации и пытаться воспроизвести это, набатеи просто черпали вдохновение из различных источников и создавали свои собственные неповторимые образцы. Устрашающие надписи, характерные для многих гробниц в игре, но не встречающиеся в Петре, выгравированы на фасаде и напоминают о штрафах и божественном наказании за незаконное проникновение в гробницу или попытку ею завладеть. Часть надписи на 41-й гробнице гласит «Да проклянет Господь мира всякого, кто потревожит или откроет эту гробницу, и еще больше проклянет того, кто изменит надпись на вершине гробницы». Надписи, написанные на языке, предшествующем современному арабскому, порой представляют собой беспорядочный набор слов, но значительное их количество включает даты, которые являются золотой жилой для археологов и историков. Самое древнее датированное гробницах игры относится к первому году до нашей эры, а самое раннее – к 70-му году нашей эры. Это позволяет исследователям заполнить пробелы в хронологии набатейского периода, однако составить четкую картину все еще проблематично. Набатейский специалист Дэвид Граф говорит, что в их королевстве было найдено около 7 тысяч набатейских надписей. Из этих 7 тысяч только немногим более 100 из них имеют повествование. Большинство из них представляют собой очень короткие граффити – имя человека и его отца или прошение бога. Они ограничены по своему содержанию, поэтому сложно написать историю на основе надписей. Некоторые гробницы в Хигре – это места последнего упокоения высокопоставленных офицеров и их семей, которые, согласно надписи на их могилах, унесли с собой принятые римские военные титулы префекта и Центуриона в загробный мир. Надписи также подчеркивают коммерческое значение Хигры на южных окраинах империи, а тексты раскрывают разнообразный состав набатейского общества. «Я утверждаю, что слово «набатейцы» не является этническим термином», говорит Граф. «Скорее, это политический термин. Это означает, что они люди, которые контролировали царство, династию, и в набатейском царстве есть разные люди. И игриты, маовитяне, сирийцы, евреи – разные люди». История многих из этих гробниц неизвестна. Монолитная гробница Лихьяна, сына Кузы, высотой около 22 метров, является самой большой гробницей города Хигра. Из-за своего отдаленного расположения по отношению к другим гробницам, она также известна как Касар-Альфа-Рит, что в переводе означает «одинокий замок». Нижняя треть осталась незавершенной, с грубыми неровными следами от зубила. Несколько гробниц были заброшены на середине строительства по неизвестным причинам. Заброшенная граница 46 демонстрирует, как на Батеи строили сверху вниз, и только ступенчатый венец виден над необработанным склоном скалы. И гробница Лихьяна, сына Кузы, и гробница 46 имеют короткие надписи, которые определяют их принадлежность к определенным семьям. Однако новая глава в истории Хигры только начинается, поскольку путешественники впервые получили свободный доступ к этому месту. Ранее Хигру посещали менее 5000 саудовцев в год, а иностранным туристам для посещения требовалось специальное разрешение правительства, которое получали лишь около 1000 человек в год. Однако теперь это просто, достаточно купить билет онлайн примерно за 25 долларов. Тем не менее, поездка в Хигру лишь поверхностно знакомит с археологическими богатствами Аль-Улы. Другие близлежащие объекты наследия, включая древний город Дадан, столицу Принабатейского, Даданицкого и Лихьяницкого царства, и Джебель-Икма, каньон с древними наскальными надписями, теперь открыты для посетителей. Так, Алюла, старый город с лабиринтами из глинобитных построек, который долгое время был заброшен, теперь является объектом культурного наследия и ждет туристов. К 2035 году Алюла надеется на привлечение двух миллионов местных и международных туристов в год. Аэропорт Алюлы расположен примерно в 56 километрах от Хигры, открылся в 2011 году, но уже сейчас в нем проводится масштабная реконструкция в рамках подготовки к наплыву посетителей. Требуется в четыре раза увеличить его годовую пропускную способность. Также французский архитектор Жан Нувель, лауреат Притскеровской премии, проектирует роскошный отель в скале, вдохновленный работой Набатеев в Хигре, открытие которого запланировано на 2024 год, поэтому при желании туристы смогут разместиться там. Ученые считают, что Набатеи относились к своим гробницам как к вечному дому. Теперь их духи воскресают. Истории Набатеев рассказывают в рамках проекта по превращению города Алюла в музей под открытым небом. Хотя Набатеи оставили после себя мало записей, их слова наиболее заметны в Хигре. Однако, как оказалось, не только Набатеи жили здесь. Было найдено около 10 исторических языков, надписи на которых писаны в ландшафт Алюлы. Также этот регион считается важным для развития арабского языка. Что-то такое есть в Аль-Уле, что вдохновляло цивилизации оставить свой след. Есть еще одна древняя цивилизация, обнаруженная совершенно случайно, но способная изменить все, что мы знаем о наших предках. На протяжении десятилетий археологи спорили о происхождении загадочной харабской цивилизации в долине реки Инд, которая процветала примерно в 3000 году до нашей эры на территории нынешнего Пакистана и северо-западной Индии. Согласно новому исследованию индийских ученых, работающих в Камбейском заливе, харабцы произошли от развитой культуры, которая существовала в конце последнего ледникового периода, а затем была затоплена после повышения уровня моря. Широко распространено мнение, что настолько высокоорганизованная цивилизация не могла существовать ранее 5,5 тысяч лет назад. Многие люди не верят, что мифы о потопе, упомянутые во многих древних религиозных писаниях, это правда. Недавнее открытие в Камбейском заливе в Индии поразило многих, заставив некоторых пересмотреть свои взгляды. Открытие доказало существование древней цивилизации, которая была затоплена морем. Методы, использованные для изучения этого открытия, были новаторскими и отличались использованием передовых морских технологий. Традиционным и консервативным археологам было трудно принять тот факт, что крупное открытие могло быть сделано с использованием ранее неизвестных и неприменимых методов. Когда изображения подводных структур, полученные с помощью гидролокатора бокового обзора, были впервые представлены, многие назвали это магией компьютерных программ. А когда были собраны и показаны сотни артефактов, исследователи пришли к выводу, что здесь когда-то могла протекать древняя река. Это открытие однозначно подтвердило возможность того, что древние цивилизации были затоплены в результате повышения уровня моря после последнего ледникового периода. Считается, что самая древняя цивилизация городов-государств существовала в Месопотамии около пяти с половиной тысяч лет назад. Обширная, ранее неисследованная древняя цивилизация находилась в северо-западной части Индии, граничащей с Пакистаном и Афганистаном. Это знаменитая харапская цивилизация, существовавшая между 5300 и 2800 годами назад. К ней относятся такие крупные руины, как Махенджо-Даро, Харапа, а также деревни, ремесленные центры, стойбища, речные станции, укрепления и порты. К удивлению археологов, в городах были прямые улицы, дренажные и санитарные системы, а также отличные системы водоснабжения, включая плотины для сохранения воды. Использование различных артефактов, металлических предметов, различных видов керамики, строительства массивных сооружений и так далее не могло появиться в одночасье. Таким образом, между древними охотниками-собирателями и харапской цивилизацией явно не хватает какого-то важного звена. В Индии существовало множество культур палеолита, мизолита и неолита каменного века, однако ни одна из них не имеет даже приблизительного сходства с харапской цивилизацией. Возможно, что недостающее звено между ними либо скрыто, либо ушло под воду в результате значительного повышения уровня моря, вызванного таянием ледникового покрова. Хорошо известно, что во время последнего ледникового периода или максимума последнего оледенения моря по всему миру уменьшались и уровень моря около 18 тысяч лет назад был примерно на 130 метров ниже, чем сегодня. Поэтому имеет смысл поискать такие затопленные цивилизации вблизи современных прибрежных районов Индии. Национальный институт океанских технологий, созданный по инициативе правительства Индии, с различными целями провел несколько морских исследований вдоль береговой линии Индии. В процессе исследования геологической обстановки Гуджарати и Камбейском заливе они обнаружили в море русло рек. Считается, что они являются продолжением современных крупных рек этого региона. Среди них выделялась серия квадратных и прямоугольных элементов, расположенных геометрически, что необычно для морской среды. Такие характеристики вряд ли могут быть результатом естественных морских геологических процессов. Это навело исследователей на мысль о том, что здесь не обошлось без участия человека. Авторы продолжили исследование и в центре района Камбей на глубине от 20 до 40 метров, примерно в 20 километрах от современного побережья, была обнаружена пара каналов старых рек. Ученые использовали гидролокатор, который создает изображение морского дна с помощью звуковых волн. Твердые участки отражают больше энергии и представлены более темными оттенками, в то время как мягкие участки не отражают столько энергии и представлены более светлыми оттенками. Первоначально были выявлены два крупных речных канала. Длина одного из них составляет 9,2 километра, а другого 9 километров. Когда были взяты пробы, обнаружилось, что чуть ниже нескольких сантиметров тонкого слоя морских отложений наблюдался речной алювий и галька, типичные для наземных речных отложений, за которыми на глубине следовали типичные речные конгломераты. Такие свидетельства подтвердили, что территория, ныне погруженная в море, когда-то была сухой землей, по которой протекали реки. Под воздействием различных факторов они были затоплены и теперь лежат под водой. Гидролокационные изображения выявили геометрические образования в 9-километровом русле в море примерно в 20 километрах к западу от прибрежной зоны реки Хазира. На глубине от 20 до 40 метров по обе стороны канала наблюдались подвальные образования в виде сетки. Они напоминают город, который имеет четкую планировку, включают здания и улицы. Еще один канал протяженностью 9,2 километра был обнаружен у побережья Савали. Здесь наблюдаются сходные черты. Геометрические образования были обнаружены по обе стороны канала. Их размеры составляют 5 на 4 метра на восточной стороне и 16 на 15 метров на западной стороне. Жилища расположены в виде строгой сетки, что говорит о том, что у античных людей было хорошее понимание градостроительства. А что вас больше всего восхищает в этих древних руинах? Поделитесь своим мнением в комментариях. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока.